МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города. Меня зовут Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Образцовый ансамбль в обшарпанном зале отремонтирует ли танцкласс для крещендо? ЕГЭ продолжается. 11-классники переходят к сдаче экзаменов по выбору. И кенгуру на севере. В одной из ноябрьских квартир поселилось австралийское животное. Как, когда и насколько закрывать дороги в округе решат ямальские парламентарии. Депутаты намерены регламентировать окружным законом случаи, в которых могут устанавливаться временные ограничения или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или местного значения в границах населенных пунктов. И вот, как такое решение комментирует заместитель председателя комитета ЗАГСобрания Ямала по экономической политике, промышленности и природопользованию Александр Ермаков. Речь идет об ограничениях, которые не предусмотрены федеральным законом об автомобильных дорогах и дорожной деятельности. На сегодняшний день в региональном законодательстве отсутствуют нормы, регламентирующие ограничение движения транспортных средств, связанное с проведением мероприятий по прокладке, переустройству или переносу инженерных коммуникаций, а также в случаях проведения публичных, спортивных и культурно-массовых мероприятий. Сейчас ведется работа над тем, чтобы эти нормы появились в окружном законе. Если говорить о дорогах Ноябрьска, то согласно итогам нашего голосования прошлой недели, напомню на разные темы, мы предлагаем вам высказываться на сайте ноябрьск.рф. Плохие дороги, потому что в городе много воруют. Так считает больше половины участников голосования. 30% респондентов уверены, что во всем виноваты рабочие, мол, делают плохо. И только 2% из числа ответов о том, что в ноябрьске дороги хорошие. Ну а на этой неделе вы можете высказать свое мнение о том, что должно быть на контроле у губернатора округа из жизни Ноябрьска в первую очередь. Мы предлагаем 8 вариантов ответов. Среди них состояние дорог, медицина, ЖКХ, миграция, работа администрации, распространение наркотиков, все темы и самый непопулярный на сегодня ответ. Справимся сами. Наш сайт ноябрьск.рф. И сегодня же мы подводим итоги еще одного опроса. Неделю назад в нашей официальной группе ВКонтакте мы задали нашим читателям вопрос, мешают ли им мотоциклисты. 15% голосовавших ответили утвердительно. Да, мешают. Почти 10% заявили, что мотоциклисты им надоели. Без малого 25% респондентов не имеют против них ничего. Есть те, кто вообще не знает, что байкеры существуют в ноябрьске. Приятно, что в опросе участие приняли и сами мотоциклисты. Таковых 7% от числа проголосовавших. О дорогах и повезении на них разговор пойдет сегодня сразу после новостей. В эфир выйдет рубрика о дороге нашего города. В очередном выпуске Ксения Епишева расскажет об одном из самых опасных перекрестков ноябрьска. Выслушает предложение об организации дорожного движения от одного из жителей города и покажет очередную видеонарезку нарушений правил дорожного движения. Водитель бетономешалки оборвал высоковольтный провод. Это происшествие случайно попало в объектив видеорегистратора одной из припаркованных машин. Рубрика новости наших горожан. На кадрах видно, вот водитель грузовика выезжает со двора, останавливается, пропуская машины. Когда дорога становится свободной, он начинает движение и не замечает, что его крупногабаритный автомобиль цепляется за линию ЛЭП. Развязка ситуации очевидна. Водитель уезжает, провод под напряжением лежит на земле. Образцово-показательный коллектив вынужден заниматься совсем не в образцовом помещении. Новости нашего города в начале весны рассказывали о том, что за несколько месяцев стены танцевального зала покрылись грибком. Дышать там стало трудно и даже просто находиться в зале опасно для здоровья. Спасти ситуацию может только капитальный ремонт. Будет ли он сделан в этом году, узнавала Ирина Потехина. Сначала немного предыстории. Прежде чем Крещенда получил это помещение, несколько лет ансамбль буквально скитался по чужим залам. И родители воспитанниц, а их 60 девчушек в возрасте от 6 до 16 лет, пачками слали письма в различные инстанции с просьбой помочь найти помещение для коллектива. Бывшая оранжерея в третьей школе, которую Крещенда предоставил департамент образования, примерно год назад подошла как нельзя лучше. Большой зал, есть раздевалки, место для костюмов. Да и вообще, наконец-то, это было свое. Однако радовались все недолго. Осенью на стене появилось первое пятно с плесенью, а к февралю буквально все стены затянуло чернотой. Чтобы не срывать репетиции, ансамбля школы потеснилась и предоставила еще одно помещение. Но это, во-первых, и на время, а во-вторых, места в нем хватало только для самых маленьких танцовщиц. В общем, вопрос с ремонтом зала фактически стал вопросом жизни или смерти образцового хореографического ансамбля Крещенда. Родители снова забили во все колокола, а специалисты образования срочно начали искать выход из положения. Проблема появилась зимой. Мы все знаем, что бюджеты формируются у нас в июне месяце на плановый период. И, естественно, когда зимой появилась проблема, нужно было решить несколько вопросов. Первый вопрос – какие мероприятия надо провести, то есть какой ремонт, по каким направлениям. И второй вопрос – где взять деньги. На сегодня департамент образования организовал работу специальной комиссии, которая выяснила, что первоначально в танцзале надо заменить систему вентиляции, далее реконструировать систему отопления и только потом уничтожать грибок и наводить лоск. Сумма, которая нужна на эти цели, составила 4,5 миллиона рублей. Локально небольшой ремонт, как некоторые предполагают. На самом деле ремонт серьезный. Он предполагает, во-первых, наличие такой суммы, а второе – наличие, вернее, не наличие, а проведение всех процедур согласно 94-го закона. Это проведение аукциона, заключение муниципального контракта и, соответственно, потом еще сроков исполнения контракта. Учитывая вот этот объем, я не уверен, что к 1 сентября вопрос будет решен. Тем не менее, даже такой ответ вселяет радость и надежду в танцевальный коллектив. Пусть и не к 1 сентября, пусть позже, но главное – взрослые и дети узнали, что ремонт в зале будет. В списке на дополнительные работы, которые департамент образования собирается проводить этим летом на сэкономленные на аукционах деньги, Крещенда стоит под номером 1. Ирина Потехина, Виталий Харченко, новости нашего города. Надо сказать, Крещенда возглавляет список дополнительных работ, а в основном списки на проведение ремонтов в этом году два детских сада и восемь школ. Всего департамент образования на эти цели получил порядка 170 миллионов рублей. Основные деньги уйдут на завершение капремонта в саду Рычеек и на начало капремонта Золушки. Далее в первой, восьмой и старом корпусе второй школы будут полностью заменены системы электрообеспечения. Кроме этого, первые этажи в зданиях шестой, седьмой, девятой и двенадцатой школ адаптируют для инвалидов, а на входе в учебные заведения появятся пандусы. В третьей школе на лето намечена реконструкция системы пожарной сигнализации. К слову, третья школа и первая гимназия еще в 2010 году должны были встать на капремонт, но тогда по вине подрядчиков планы были сорваны. Теперь два этих учебных заведения внесены в план на год следующий. Правда, только инженерные системы, тепло, водоснабжение, канализация, электроснабжение, вентиляция и так далее. И только на это потребуется 110 миллионов рублей. Завтра выпускники пройдут очередной этап ЕГЭ. В 10 утра они получат конверты с заданиями по информатике, биологии и истории. Эти предметы не входят в список обязательных. Экзамены по ним школьники сдают по выбору. Итак, в этом году биологию в Ноябрьске будут сдавать 167 человек, информатику 108 и 145 историю. Результаты ЕГЭ по этим предметам станут известны ориентировочно 10 июня. А 3 июня школьникам предстоит издать еще один предмет. Он обязательный для всех, это математика. Кстати, сегодня в российской газете появилась информация о том, что одним из авторов публикации в интернете ответов на вопросы ЕГЭ по русскому языку, которые выпускники школ сдавали 27 мая, может быть школьницей из Владивостока. Надо сказать, в краевом центре Приморья зарегистрированы два неприятных эпизода. Юноша, попытавшийся воспользоваться мобильным телефоном, был выдворен с экзаменом, а девушка, написав работу, потом разместила в сети бланки с ответами. Искусство, рожденное в чуме. Выставка под таким названием скоро откроется в музейном ресурсном центре. Сейчас специалисты учреждения заканчивают процесс монтажа. Экспозиция расскажет жителям города о роли женщины-представительницы коренных и малочисленных народов Севера. В инсталляции будет представлено традиционное творчество ненцев и ханты, которое тесно переплетается с бытом коренных северян. Уклон будет сделан на знаменитые орнаменты, которые, по мнению жителей тундры, обладают некой магической силой. Выставка начнет работу 1 июня и продлится до 25 августа. В орнаментах северных мастериц отображена вся природа Севера. И у посетителей будет возможность окунуться в мир прекрасного, увидеть, какие бывают орнаменты, и попробовать самим изготовить орнамент на мастер-классах, которые будут проводиться в рамках работы выставки. И мы приглашаем всех гостей и жителей города посетить нашу выставку и окунуться в мир прекрасного. Австралийское животное в Ноябрьске в одной из обочинных квартир поселилось в кенгуру. Причем чувствует себя на севере вполне комфортно. В этом убедился Кирилл Мигель. Крупный план – не отличить от кролика. Сзади чем-то похож на крысу. И только на общем видно – странное существо, ничто иное, как кенгуру. Это Джеки – карликовый кенгуру, который поселился в одной из городских квартир. Пусть и временно. Целыми днями ест. Он без остановки кушает. Постоянно нужна ему еда. За этим нужно следить, чтобы свеженькое было. Ну и а так купать раз в день. Они рождаются раз в 150 лет. Кенгуру-альбиносы – явление очень редкое. Поначалу, рассказывает Артем, завести хотели кошку или собаку, но потом решили. Не оригинально. Кенгуру – другое дело. Правда, на что идут, будущие владельцы экзотичного питомца даже не предполагали. Но ждут Джеки, справляют не меньше 20 раз в день. Уборка, естественно, ложится на хрупкие женские плечи. Это уже как член семьи. Это же невозможно ему не дать еды и не убрать за ним. И мы же находимся с ним постоянно, соответственно. Это еще нам тоже, если мы не будем за ним убирать, я конкретно не буду за ним убирать, то не будет его рядом с нами. Впрочем, это единственное неудобство, которое доставляет кенгуру в городской квартире. В остальном животное неприхотливо. Есть, что дают, широких просторов не требует. Кроме того, когда подрастет, Джеки еще и пойдет работать. Его владельцы – циркачи. Артем – профессиональный дрессировщик. Справлялся и с крокодилами. Мне он доставляет радость. Я знаю, что я увидел в своей жизни кенгуру, который достаточно редкий. Белый, карликовый. Мне это приносит радость. Я думаю, может быть, кому-то еще приносит радость. Преследуя только эту цель, мы его выносим показывать зрителям. Ну и детям очень интересно. Пока это чудо природы продолжает грызть все подряд. Но со временем он научится выполнять команды и, быть может, станет настоящей звездой. К примеру, смертельных номеров исполнения кенгуру пока не было. Ни в одном цирке. Кирилл Мигель, Александр Иванов. Новости нашего города. На сегодня у меня все. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам всего хорошего и до свидания. Партнер программы – магазин «Подис Антверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова